Единство должно стать главным ориентиром на сегодня. Только объединившийся народ Казахстана может преодолеть имеющиеся проблемы. С таким призывом обратились к населению общественные активисты. Единство и сплоченность – главные условия, которые на данный момент помогут стабилизировать сложившуюся в стране ситуацию. Только объединившись, можно преодолеть все трудности. В единстве сила имеющиеся проблемы – это временные трудности, считает политолог Ербулат Долитказиев. Дорогие наши жители Атаровской области, дорогие друзья, единомышленники, сегодня Казахстан находится в очень тяжелом положении. Вы сами знаете, мы вышедшим на мирный миг, переросли на сейчас террористические большие у нас движения. Во всех областях у нас сейчас видится, что творят наши террористы, что творят наши молодежь. В данное время некоторые, не зная, идут на такие поступки. Это для нас плохо. Недавно Касамжимард Кемиловна послал нам послание, чтобы все мы сплотились в одну семью и сделали большой отпор для развития нашего Казахстана. Это наша цель, это наше будущее. Я вас призываю всех быть вместе, совместно с нашим президентом Касамжимард Кемиловна Токаевым. Да здравствует мир, дружба и сплоченность в нашем народе. Впереди у Казахстана немало побед, поэтому нужно сохранять спокойствие и восстановить стабильность в стране. Нельзя поддаваться ложным призывам тех, кто преследует нарушить целостность нашего государства, отмечает общественный активист Шинар Истилеова. Сейчас предпринимает наш президент Токаев и является, наверное, единственным правильным путем. И это позволит, как мы уже увидели в течение двух дней, это позволяет обратно привести Казахстан в более спокойную ситуацию. Они будут охранять именно стратегически важные вещи, это как, возможно, телевидение, возможно, ТЭЦ, возможно, водоканалы, что позволит национальным войскам уже более сконцентрированно воевать с теми экстремистами, которые устроили данные события в Казахстане. Я бы хотела сказать всем своим соотечественникам, Наверное, очень важно сейчас поддерживать политику президента. И эксперты неправительственных организаций, наверное, сейчас должны помочь Акиматам правильно построить диалог, правильно работать с населением, ту политику, о которой говорит президент Токаев. События последних дней стали проверкой целостности нашего государства, поэтому основная задача населения и правительства на сегодня – сохранить мир и согласие в стране. Добиржа Алтасын, Артур Кудпанов, Служба новостей.